всем привет с вами басты и это видео аддон к одиннадцатому уроку в котором я рассказывал как привязать к DLE лаунчер от Сашка с Ситом Александрович версии 1.5.2 и D1.8.1 что ж этот лаунчер потерпел некоторые обновления с которым теперь нужно также много поработать и это видео посвящается именно обновленному лаунчеру для тех кто еще работает по одиннадцатому видео уроку здесь есть старый SRC часть которую я зарег once disk и вы спокойно можете их использовать в принципе все а для тех кто хочет работать по данному данным ссылкам так сказать данный лаунчеру желаю приятного просмотра первым делом качаем SRC потом качаем клиент я буду работать с небольшой спешки, так как, думаю, вы уже понимаете, что должны делать, ведь это видео до, по идее, вы смотрели предыдущее видео, качаем, нажимаем «Download zip», скачиваем, все. Здесь мы переходим в сайт с клиентами, образец клиентов на вашей версии, качаем всю папку, желательно вам это все клиенты, наверное, пригодятся. И все, мы все скачали, вы молодцы. Давайте мы теперь перейдем к сайту. Сайт у вас наверняка уже создан, но давайте еще раз повторим процедуру. Переходим в базе данных и создаем базу данных, добавить базу. Так, мы все скачали, мы все сделали, что ж, теперь мы должны установить сам сайт, переходим на сайтик, я залил WebIncore, так как, чтобы не тратить время на отдельный аддон для того, лаучеры, давайте мы все сделаем в этом видео. То есть, в принципе, у них ConnectPHP ничем не отличается. и если же хотите, берите ConnectPHP из той версии, хотите из этой, как-то все равно. но думаю, в будущем видео я буду снимать опираясь на данный лаучер. итак, пишем BAST1, пользователь 122456, localhost, продолжить просто. имя администратора BAST1, 122456, 122456, продолжить, завершить. Все, мы установили WebIncore, но главное, что у нас есть видео. Давайте теперь приступим к созданию самого лаучера и сморки вебчасти. Итак, мы переходим, подключаемся с помощью файлов зилы к нашему сайту. Вот у нас уже скачанный fix-a-shop, то есть здесь и сорцы, и папка в сайт, то есть вебчасть. Переходим в ConnectPHP и настраиваем. Итак, здесь мы оставляем все как есть, кроме, мы меняем пользователя базы данных, базу данных и пароль. Я уже сменил, как вы видите. Это мы оставляем на месте, если вы делаете по-другому пору. Если вы делаете по-другому, смотрите, один из-за уроков, это вам сказано, как по DLE, если что, по DBB мы сейчас тоже будем использовать. Ну, в другом андоне. Здесь у вас будет сайт true. Хотите менять файл? Ну, тут комментарии помогут. Здесь меняете protection key, это ключ защиты сессии. Здесь 16 значительный ключ коз запросам. Тоже хотите поменяйте. И вот данное нужно тоже сменить. Это экзайджар, то есть файл лаунчер, который будет обновляться. Все, мы здесь все сменили. То есть самое главное подключение BD и ключи. Ну и обновление молча. Все. По сути, больше здесь ничего менять не нужно. И просто берем эту папочку сайт, загружаем на наш сайт. Итак, переходим в admin и создаем новый проект. Также я объясню, здесь будет галочка, убираем галочку, готово. также объясню парочку фиксей, к примеру, на счет того, чтобы папка не появлялась в C, она будет появляться там, где ей надо, в роуминге, и на счет ошибки с Java. Сначала ошибка с Java. Накрываем свойства нашего проекта и формат исходного бидерного файла меняем на ту Java, которую мы хотим. То есть, если мы хотим, чтобы поддерживал семерку, ставим же dk7. Хотим, чтобы восьмерку, ставим же dk8. Я сделаю так, чтобы поддерживал семерку. Нажимаем ОК. Все. Касательно... А, да, теперь давайте мы укажем вручную сорцы. Чего мы больше не делали. Пусть мы ударили... Блин, надо было показать. Здесь было сорцы, я нажал на него, нажал на него. Нажимаем добавить папку. FixerShop. SRC. Open. Окей. Это если вы хотите вручную указать, там у вас сорцы на рабочем столе или еще где-то. Открываем. Сначала мы исправим бакс. Но это не бакс. Это скорее так. Было запланировано, но все же, если вам удобнее. Нажимаю Ctrl-A. Почему я так спешу? NetLauncher Utils. Открываем. Открываем здесь dps-utils.java. Здесь нажимаем Ctrl-F. Нажимаем, не нажимаем, а в поле поиска пишем System Drive. Теперь мы ищем System Drive. Нажимаем следующий. Заменяем его на AppTrop Data. Следующий. 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 Все. Всего F3. Все. NetLauncher Utils. Base Utils. System Drive. Все. Ну и делаем. NetLauncher Utils в принципе настраивается точно так же. Я даже думаю менять здесь ничего не будет. Разве что все. Ладно поменяю все это. Настаем все. Настаем все. Здесь я добавлю точку. Здесь тоже добавлю точку. Здесь. Здесь. Так что еще. Так как мы используем на WebCon лично кабинетам уже не нужен. Использовать регистрацию. Не нужно. Если вам вообще один. А вот эти ключи теперь нам нужно. Connect PHP. Так где они. Вот они. Вот. Вставляем. Это тоже. Все. Мы вставили ключи. Здесь прописали false false. Ну дальше хотите меняйте. Тут в принципе комментарии вам помогут. Спокойно все понятно. Запускаем. Стартер. Окей. По идее он работает. Если нам покажут что клиент. Это главное. То есть. Клиент. Думаю. Вы понимаете как залить. Здесь папка. Клиент. Заливайте сюда клиенты. Ассет. Клиенты. В серверс точка. Пички. Настраивайте. То есть. Название папки. IP. Порт. Версия. Все. То есть. Все. Как вы видите. Так. Пишем. Костер. 1 2 3 4 5 6. Авторизация. Все. Клиент не дальше. Думаю. На этом. В принципе. На этом. Сейчас. Обновленное. Лаучер. Заканчивается. Конечно же. Мы можем. Немножко. Обновление. Но. Думаю. Вы можете. В принципе. Почитать. Ссылка. Естественно. Будет написание. Под видео. Заливайте. Клиенты. Клиенты. Изменяйте. Клиенты. 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 Как я уже. Объяснял. Здесь. Тоже. Все. Понятно. Если что. Снимем. Еще. Аддоны. Ждите. Новый. Аддон. Я вам расскажу. Как. Сделать. Так. Чтобы. Лаучер. Был привязан к. И одновременно. К форму. Ипп. Будет он. В ближайшую неделю. Возможно. Даже. В ближайшие. Сутки. На этом. Все. Все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Это ускоряет выход новых видео. Всем пока. Ставьте лайки. Пока.